Добрый день, дорогие друзья! Вы услышали звук двигателя эксклюзивной Нивы в единственном экземпляре. То есть вам оказана такая редкая честь проехаться на этом прекрасном автопоезде по пространствам нашего парка. Погода великолепна, люди прекрасны. 23 гектара зеленой травы, за которой ухаживают 4 десятка людей, представляющих наш небольшой коллектив. Мы не позиционируем наш парк как музей милитаризма. На самом деле у нас самая большая коллекция гражданской и военной техники Советского Союза, которая включает в себя сельскохозяйственную, автомобильную, инженерную, авиационную, космическую, ракетную, артиллерийское морское вооружение и венец нашей коллекции самая большая дизель-электрическая подводная лодка Советского флота Б-307. Субтитры сделал DimaTorzok Вот ракета, выделяющаяся неестественно зеленым цветом. Это комплекс «Эльбрус» 9К-72. Это самая большая тактическая ракета сухопутная, которая способна лететь на расстоянии до 700 км. А рядом комплекс «Луна-М». Это самая большая тактическая неуправляемая ракета. Дальность ее полета 15-70 км. Впереди вот у нас такая живописная лужайка, на которой возвышается РТ-2П. Это баллистическая межконтинентальная ракета шахтного базирования. И перед нами два космических аппарата. Аппарат «Янтарь» и спускаемый аппарат «Союз». Можно вот обратить внимание, насколько это гигантский труд создать такой спускаемый аппарат, который может побывать на орбите от 250 до 320 км. Три космонавта находятся в этой капсуле. Это вот стандартная капсула, спускаемая аппарата «Союз». Когда начиналась лунная программа, человечество озаботилось средствами передвижения. Вот этот макет, он чем интересен? Здесь управление при помощи известного всем сейчас джойстика. Но тогда это не было ни компьютерных игр, ничего. И совершенно уникальная система передвижения, так называемый «аватар». Водитель сам делал шаги, и это же движение повторяли вот эти ноги. Всегда были споры, какая поверхность Луны, а вдруг она твердая. Или вдруг поверхность Луны – это пыль многометровая, и тогда нужно придумывать что-то свое. Эти споры разрешил главный конструктор Сергей Павлович Королев, который написал знаменитую записку «Считать Луну твердой». И после этого все споры, так сказать, закончились. К-36Д – это катапультное кресло. Одно из самых надежных. Человек, который оказался за пределами воздушного судна на скорости 1000 км в час, подвергается очень большой опасности. При этой скорости отрывается голова. После того, как он дернул вот эти катапультные рукояти, фиксируются в течение 0,2 секунд ноги, фиксируются в положении руки. Здесь выдвигается специальное устройство защитное. Срабатывают вот эти стабилизирующие парашюты, и уже парашют спасает жизнь пилота. И он счастливый, приземляется с 10 кг неприкосновенного запаса, пайка и так далее. Пару слов скажу о подводной лодке. 2200 тонн. 82 отважных парня, 3 месяца автономного плавания, глубина погружения 300 метров, скорость под водой 16 узлов. Спрашивают, каким должен быть подводник. Ответ очень простой. Желательно пролезть подветный аппарат. Потому что это еще так называемый мокрый способ аварийного покидания подводной лодки. Продолжение следует... Вес этого танка 43 тонны. Вооружен он пушкой 125 миллиметров. И вот перед нами прицел наводчика. Повращая рукоятку, мы начинаем двигать башню. Вот башня начинает вращаться. И счастливые, и живые покидаем боевую машину. Давай я никогда в жизни себе за рог не залезать в танк. Субтитры сделал DimaTorzok